Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 15 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам. В предыдущих главах апостол Павел говорил об Иисусе Христе как помазаннике Божьем, о распятии, о теле церковном. 15 глава является некой вершиной, своего рода апофеозом всего послания Коринфянам. Это действительно апогей. И эта глава посвящена Воскресенью. Это самый полный и самый исчерпывающий трактат в Новом Завете о Воскресенье. И вопрос, который задают Коринфяне, апостолу Павлу, это тот же вопрос, который часто задаем мы сами себе и священникам. Что будет с нашими усопшими? Мы еще с ними увидимся вновь? Наступит ли Воскресенье для них? И каким оно будет? И вот апостол Павел возвращается к этому вопросу. И для того, чтобы Коринфяне поняли, что такое Воскресенье, Воскресенье усопших, мертвых, он предлагает им вернуться к самому началу. К самому началу, то есть к тому моменту, когда они впервые услышали Евангелие. Когда они впервые услышали весть о Воскресенье. Здесь нужно учитывать одну очень важную вещь. Мы с вами привыкли, что Евангелие – это четыре книги, которые собраны под одной обложкой. Но Евангелие – это прежде всего некая книга, некий текст. Когда апостол Павел пишет это послание, вот того письменного Евангелия еще не было. Оно еще не было написано. Но слово было. И в устах апостола Павла оно имеет первое и самое главное значение. Это действительно некая новость, некая весть, которая коренным образом меняет жизнь человека. Поэтому весть о Воскресении Христа, точно так же, как и само Воскресение Христа, оно меняет и жизнь человека, и его восприятие мира. Поэтому он начинает такими словами «Напоминаю вам, братья». Он их возвращает к самым истокам. И здесь возникает тема предания, тема традиции. Традиция – это то, что передается из уст в уста, из поколения в поколение. И апостол Павел поэтому пишет «Хочу вам пояснить, братья, суть Евангелия, суть той благой вести, которую я вам уже проповедовал, и в которой вы уже утвердились, вы ее приняли, как я в свою очередь принял, и твердо стоите. Через эту весть спасаетесь, если остаетесь верными тому, что я возвещал вам. Иначе ваша вера была с самого начала напрасной. Ведь я передал вам, как самое важное, то, что и сам принял, весть, что Христос по Писанию за грехи наши умер и погребен был, а в третий день воскрешен, как о том в Писании и говорилось. И что он явился к Кифе, затем двенадцати, однажды более чем пятистам братьям сразу. Из них большинство еще живы, а некоторые уже умерли. После этого он явился Иакову, потом всем апостолам, и уже после всех явился и мне, недостойному». Здесь мы видим самое древнее исповедание веры. То есть апостол Павел в тот момент, когда принял Христа, воскрешившего Христа, и крестился, и, вероятно, в 1934 году он принял, как некий катехизис, как первое исповедание веры, вот этот древнейший символ веры. Верим, что Иисус Христос умер за наши грехи, ради нас, Он умер нашей смертью, для того, чтобы нас вырвать из рук смерти и привести к Отцу. Как об этом говорится в Писаниях, то есть христиане читают весь Ветхий Завет в свете воскрешего Христа, и в этой главе мы увидим, как некоторые пророчества апостол Павел трактует именно в свете воскресения. Это принципиально меняет тональность Священного Писания. «Он был погребен, то есть он умер и в третий день воскрешен». Воскрешен именно не сам воскрес, а Отец воскресил Сына. Воскресение – это то, что является даром, точно так же, как и жизнь мы не берем сами, мы не рождаем себя самих, мы жизнь получаем как дар. Точно так же и Христос был воскрешен Отцом, как о том и говорилось в Писании. И затем были люди, которые Его видели воскрешен. И эта тема чрезвычайно важна для первых поколений христиан. Сначала он явился апостолу Петру к Киеве, затем двенадцати, те, которые собрались в Сионской горнице. В какой-то момент он явился одновременно пятистам братьям. В Евангелии не рассказывается это эпизода и спорят, что это мог быть за эпизод. И что же происходит с людьми, которые видели воскрешего Христа? Они тоже умирают. Потому что вот в чем состоит вопрос. Все ждут воскресения, что оно наступит при нашей жизни, но вот уже даже те, кто видел воскрешего Христа, они тоже умирают. А некоторые, тем не менее, еще живы. И тема того, что гроб Христа был пуст, он действительно был погребен, как умерший, это полемика с докетами, которые проповедовали, что смерть Христа была призрачной, он как бы в понарошку умер. Некоторые утверждали, что вместо него был распят Симон Кирененин, что когда Христа полагали во гроб, Мария Магдалина и другие жены мироносец остались там для того, чтобы ухаживать за ним, а потом вот они вместе каким-то образом скрываются бегством, и что он не умер, это была лишь только некая видимость. И в полемике с этим апостол Павел утверждает эту древнейшую веру христиан. Он по-настоящему умер и был погребен, и в третий день был воскрешен Отцом. И самые первые поколения христиан, после того, как принимали крещение, они совершали паломничество к тому пустому гробу. Им показывали вот это место, где был положен Христос, вот здесь сидела Мария Магдалина, вот здесь явился ангел, и все это можно было увидеть и прикоснуться. И затем Христос воскреший является апостолом Иакову и всем апостолам. Слово «апостол» тоже нужно понимать, что это не только 12 апостолов, а вообще все, кто отправляется во все концы вселенной проповедовать воскресение Христа. Апостол – это тот, кто принимает эту миссию посланничества, проповедовать воскресение. И самым последним явился апостол Павл. Мы с вами однажды говорили, что его имя Павел означает «маленький», «меньший». Вот здесь он это подчеркивает. Я самый недостойный и последний из всех. Я ведь из апостолов наименьший. И даже называться апостолом не вправе, потому что преследовал Церковь Божью. Некоторые переводы здесь употребляют слово «изверг». В действительности употребляется слово «недоносок». Тот, кто родился при каких-то сомнительных обстоятельствах, и эти роды прошли не совсем удачно. Либо недоношенным родился, либо это был выкидыш. И поэтому апостол Павел, подчеркивая свое смирение и свое недостоинство, указывает на это состояние, которое, может быть, отвечает очень глубокому самоощущению любого верующего человека. Да, изначально это может быть и недоносок, но благодать Божия сделала то, что она сделала, и она не была тщетной. Это замечательная фраза, которая имеет колоссальную, если хотите, терапевтическую силу принять каким-то есть со своими немощами, но при этом понять, что Божья благодать сделает ту работу, которую она должна сделать. И сила Божия совершается именно в немощи. «Нет, я даже более, чем все они, трудился и сделал, не я, впрочем, но благодать Божия во мне. Не в том, однако, дело, я или они. Мы все так проповедуем, и вы так уверовали». То есть это проповедь о воскресении Христа, которая становится источником веры и воскресения всех усопших, является единой основой, единодушно все апостолы, все, кто проповедует воскресшего Христа, именно так его проповедуют. Он умер и был погребен на третий день, согласно Писаниям, воскрес и явился ученикам. И поэтому вера эта опирается на надежное свидетельство и не останется бесплодной, она должна принести плод. И дальше апостол Павел объясняет, что меняет вера воскресения Христа в жизни человека. «Мы проповедуем Христа воскресшего. Как же могут иные из вас говорить, что нет воскресения мертвых? Ведь если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». То есть коринфиники, которые видят, что их ближние умирают, и даже те, которые приняли крещение, уверовали во Христа, все совершается не так, как они ожидали. Они думали, что если ты уверовал и ты принял крещение, то ты не умрешь физической смертью. И вот они видят, как умирают. И поэтому их вера вдруг проходит через сомнение и испытание. И апостол Павел приводит ему аргумент немножко от обратного, от абсурда. «Если вы не верите в то, что мертвый воскрес, то значит, вы не верите в воскресение Христа. А если Христос не воскрес, то тщетна наша проповедь, и вера ваша тщетна». Вот здесь очень важный момент, который нас возвращает к тому, вообще что такое вера. Большинство людей думают, вера – это некое мнение, рассуждение. Ты разделяешь чьи-то взгляды и не разделяешь. Это и есть твоя вера. Но в устах апостола Павла вера – это означает только одно – «воистину воскресе», когда ты говоришь «Аминь» на ту весть о воскресшем Христе, и тем самым ты сам начинаешь жить воскресшей жизнью. И поэтому, если Христос не воскрес, то ваша вера будет бесплодной, пустой, суетной, ни о чем. И проповедь наша тоже будет бессодержательной. Тогда получается, что мы и о Боге ложно свидетельствовали. Мы ведь свидетельствовали, что Бог Христа воскресил, а Он, если воскресения мертвых и в самом деле нет, Христа не воскрешал. Ибо снова скажу, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Конечно, ученики апостола сопротивляются. Все-таки был какой-то момент встречи, и был момент истины в их жизни. Они уверовали в воскресение Христа, и они не готовы так просто с этим расстаться. «Ну а если Христос не воскрес, немного стоит ваша вера, вы все еще во грехах ваших. Тогда безнадежно погибли и те, кто умер с верой во Христа. Если вся надежда наша на Христа связана только с этой жизнью, мы несчастнее всех людей». Здесь возникает очень важный момент. Вера в воскресение Христа предполагает некое эскатологическое измерение. То есть она не вмещается в трехмерное пространство нашей земной жизни. Это некое событие, которое упраздняет границы времени и пространства. И поэтому верить только на какое-то земное благополучие и надеяться на то, что в этой земной жизни ты сможешь вместить всю тайну воскресения, каким-то образом обесценивает эту веру. С верой воскресения тоже есть очень важная деталь. Дело в том, что в чем проблема с саддукеями. Как в книге пророка Даниила предсказывается воскресение мертвых, оно произойдет в последний день, то есть когда прекратится и время, и пространство, наступит последний день бытия этого мира, и воскреснут одновременно все. И на этом строилась вера фарисеев. Саддуки это отрицали, и в этом проблема в Евангелии полемика с саддуками, которые не верят в воскресение. То есть те, кто принимали весть о воскресении, считали, что это произойдет в последний день, в неком эсхатологическом конце, и одновременно воскреснут все. Но то, что проповедует апостол Павел, оно абсолютно уникально. Никто никогда так не проповедовал воскресение. Воскрес только один Христос, и это воскресение совершилось, пока еще не наступил конец мира. Бытие мира продолжается, но Христос уже воскрес, и в этом абсолютная новизна. Но воистину воскрес Христос из мертвых, и это было начало. Вот эта замечательная тема начала – это то, с чего начинается наша вера. А для апостола Павла, как мы потом увидим, это является ключом к толкованию книги «Бытия». В начале «Бытия» было воскресение Христа. «Ведь если смерть пришла в мир через человека, то и воскресение мертвых через человека. И так же, как связанные происхождением с Адамом, все умирают, связанные верой со Христом, все будут оживотворены». То есть это общепринятое толкование книги «Бытия», что Адам – это есть все человечество, и поэтому мы сыны Адама и сопричастны Адаму в том, что касается греха, в том, что касается смертности и немощи. Но точно так же, как мы сопричастны Адаму своим человеческим естеством, точно так же мы сопричастны и Христу, который, как новый Адам, воскрес, и поэтому мы все примем участие, будем сопричастны Его воскресению. Но каждый в свой черед. И дальше апостол Павел возвращается к теме, которую мы видели в предыдущих главах. Христос – наша Пасха. И, в частности, Пасха – это не только праздник заклания пасхального ягненка, но тоже и праздник приношения первых плодов урожая. Еще нет урожая, а есть только первые плоды, которые приносятся Богу, как знак освящения и посвящения Богу. Точно так же Христос – это самые первые плоды урожая, но главный труд, урожай, сбор плодов остается впереди. Точно так же Христос, как начаток, а потом Христовы, то есть мы, в пришествии Его. То есть мы живем исторически вот в этот момент между воскресением Христа, который был первым плодом урожая, и окончательной жатвой, окончательным праздником урожая, когда все воскреснут. И тогда наступит конец, когда Он, упразднив всякое иное начальство, всякую иную власть, силу, передаст царство Богу Отцу. Ибо царствовать Ему надлежит до тех пор, пока не повернет Он всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Бог, Бог Отец, все положил к ногам Его, в знак подчинения. И дальше апостол Павел цитирует 110-й псалом, который является пасхальным псалом, псалом о воскресении Христа, потому что для первых христиан момент воскресения – это момент царской интернизации Христа. Христос на кресте становится царем мира. И Бог Отец Ему передает царскую власть над всей Вселенной, над всем творением. И поэтому Ему принадлежит всякая власть для того, чтобы победить врагов. И что же это за враги? Источником всякой враждебной власти является смерть или грех. Потому что смерть – это и есть вершина греха. И поэтому это последний и самый главный враг, который будет истреблен. Это будет окончательная победа Бога. И после того, как Христос одержит победу и окончательно воцарится, Он эту власть передаст Отцу. И Отец, Бог Отец воцарится над миром после того, когда Христос одержит окончательную победу, то есть когда мы все воскреснем. Если все это не так, что тогда, по-вашему, делают те, которые за мертвых принимают крещение? Зачем они за мертвых принимают крещение, если те не воскресают? Да и мы зачем тогда ежечасно подвергаемся опасностям? Я каждый день лицом к лицу сталкиваюсь со смертью. И это, братья, так же верно, как и то, что я во Христе Иисусе Господе нашим горжусь вами. Если из простых человеческих побуждений боролся я с дикими зверями в Эфесе, чего я достиг? Если мертвы не воскресаем, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Здесь апостол Павел полемизирует с очень конкретным обычаем. Дело в том, что у римлян, как и у многих наших современников, существует такой обычай, когда совершается погребение усопших, то совершается какая-то трапеза. И, в частности, иногда вино или алкоголь проливают на могилу усопшего, оставляют там пищу, тем самым знаменуя тот факт, что человеческая душа бессмертна, и наш усопший вместе с нами участвуют в этой трапезе. Это языческий обычай, и апостол Павел ничего против этого не имеет. Коринфяне следовали этому обычаю и даже совершали еще более необычную вещь. Те, кто не был крещен при жизни, они совершали обряд крещения над усопшими, для того, чтобы им обеспечить воскресение. И апостол Павел тоже не против, он не изобличает этот обычай, но он говорит, если вы не верите в воскресение, зачем вы это совершаете? Это не имеет никакого смысла. Значит, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, все, что вы делаете для ваших усопших, это напрасно. Если Христос не воскрес, то и я подвергаюсь ежечасно смертельной опасности. Вот эти дикие звери в Эфесе, это смертельная опасность, это враги, которые хотят его физически уничтожить. Все это не имеет никакого смысла, и моя победа не имеет тоже никакого смысла, если Христос не воскрес. И вообще, если и мертвы не воскрешают, то вы просто ешьте, пейте и веселитесь, все равно вы завтра умрете. Здесь апостол Павел задевает немножко другую тему. Он говорит, что все, что мы делаем в этой жизни, в частности, принимаем пищу, пьем и едим, все это не является просто какой-то физической, биологической потребностью, но за этим всегда должен стоять знак какой-то большей реальности, потому что и животные тоже едят и пьют. Но если человек как животное, то вот и животное и умрет, но точно так же, как животное. Но в той мере, в какой человек способен совершать те же самые действия, наполняя их смыслом, это будет иметь колоссальные последствия. Не обманывайтесь, в дурном обществе и добрые нравы растлеваются. То есть дурная компания растлевает и хорошие нравы. Образумьтесь же, наконец, и более не грешите. Из вас же иные до сих пор не имеют никакого представления о Боге. К стыду вашему говорю это. Что касается вести о воскресении, она связана с очень важной темой, темой прощения грехов. Христос не только умирает нашей смертью для того, чтобы смерть не имела над нами власти, но его смерть и его воскресение одновременно связаны с темой примирения, прощения, оставления грехов. Только так человек может освободиться от своей смертности. Поэтому тема прощения грехов очень прочно связана с темой воскресения. Поэтому, когда в церкви совершается прощенное воскресение, мы друг друга прощаем, на самом деле в этот момент Христос воскресает. Что-то простить, предать забвению, увидеть в новом свете, означает воскресить отношения, означает принять воскрешение Христа. Поэтому тема прощения и воскресения, они очень тесно переплетены друг с другом. И без воскресения Христа прощение не имеет никакого смысла. И наоборот тоже. Следующий вопрос, который рассматривает апостол Павел, связан с тем, как воскреснут мертвые. В какой плоти воскреснут? Потому что воскресший Христос тоже является в новом теле, и ученики его не узнают. Мария Магдалина, которая его прекрасно знает, его не узнает. «Но кто-то спросит, как можно воскресить мертвых, и в каком теле они явятся? Какое безумство! Что сеешь ты? Не будет ведь оно оживотворено, если не умрет прежде. И сеешь ты вовсе не то тело, коему только предстоит явиться, а голое зерно, пшеничное или какое-то другое». Здесь апостол Павел возвращается к тому образу, который мы видим в Евангелии от Иоанна. Пшеничное зерно, которое бросается в землю, это просто голое зерно, которое должно умереть. И лишь только после того, как оно умирает, растворяется в земле, оно воскрешает и приносит плод. И именно этот образ использует Христос для того, чтобы объяснить тайну своей смерти и воскресения. Точно так же и наши земные тела – это лишь голое зерно, которое должно умереть, вкусить смерть, для того, чтобы мы воскресли в каком-то новом теле, в теле воскресения. Этот вопрос задают очень часто, потому что, когда говорится о телесном воскресении, то у людей возникают разные вопросы. Например, а хватит ли кальция у Бога для того, чтобы всех воскресить в костной ткани, как есть? У некоторых возникает вопрос, а где же возьмется столько жилплощади? Это же сколько нужно городов построить, чтобы всех где-то разместить, расселить. И апостол Павел отвечает на похожие вопросы, потому что мы воскреснем в другом теле, в телесном теле, и мы будем абсолютно преображенными и мало похожими на то, какими мы сейчас являемся. Бог по своему усмотрению дает тело. Каждому семени свое. У каждой плоти своя особенность. Одна плоть у людей, другая у животных, своя плоть у птиц, иная у рыб. Это как тела, есть небесные и земные, но у каждого своя красота. Своя красота у небесных тел, у земных другая. В небесах свое сияние у солнца, другое у луны, иное у звезд, и звезда от звезды отличается тоже. Точно так же и мы с вами отличаемся друг от друга своими способностями, своими духовными дарованиями. Вот и при воскресении мертвых так. Сеется в тлении, воскрешается в нетлении. Предается земле в унижении, воскрешается в славе. Сеется в слабости, воскрешается в силе. Здесь, конечно, образ того, что наше земное тело, наша земная плоть, она тленна, она бренна, она подвержена болезням, потом тлению. И поэтому это бесславное тело, презираемое многими тело. Но то, что воскреснет, оно будет славным телом. Слава одновременно синоним чести. То, что будет действительно отражать в себе сияние божественной славы. Поэтому то, что земное, оно должно предаться погребению. А то, что воскреснет, воскреснет духовное во славе. Ведь если есть тело земное, то есть и тело духовное. По Писанию, первый человек, Адам, стал душой живою. Адам же, последний, новый Адам, Христос, животворится духом. И не духовное прежде, а душевное, лишь потом духовное. Первый человек от земли, он существо земное. Второй человек, Христос воскресший с неба. Каков первый из праха, из земли, потому что Адама, это земля, таковы и все из праха. И каков тот, кто с неба, таковы и все небесные. И как были мы подобны тому, кто из праха, так и уподобимся и небесным. Фактически, апостол Павел повторяет ту же мысль, которая была выше, как мы умираем в Адаме, точно так же мы воскрешаем в новом Адаме, воскрешем Христе. Я говорю о том, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует не тление. И еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Апостол Павел пишет еще в те годы, когда он сам не думал о том, что ему надлежит умереть, не увидев второго пришествия Христа. Поэтому в этом послании он еще достаточно оптимистичен. Он еще верит в то, что не все мы умрем, и мы в этой земной жизни увидим пришествие Христа во славе. Но даже те, кто умерли, и те, кто не умерли, все преобразятся. Все получат новое тело. И дальше он описывает, как это произойдет. Это произойдет в мгновение ока. Мгновенно. Свершится это быстро. Во мгновение ока при последней трубе вострубит труба, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными, ибо должно это тленное облечься в нетлении, и это смертное в бессмертнее. Когда же тленное это облечется в нетлении, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании. Поглощена смерть победою. Смерть, где твоя победа? Где твое жало смерти? Здесь апостол Павел цитирует пророка Ассию. И те, кто читал ветхозаветного пророка, понимают, что эта цитата из контекста, когда Бог, наоборот, призывает смерть, чтобы она взяла в руки свое оружие и поразила нечестивых. Поэтому смерть, где твое жало, где твое оружие, и где твоя победа? То есть он призывает смерть взять в руки оружие и победить зло. Но здесь тот же самый стих истолкован в цвете воскресения Христа. На самом деле здесь смерть повержена. Она здесь претерпела поражение, и поэтому у нее не остается ни оружия, ни силы. Она лишена всего. Смерть и воскресение Христа это была как черная дыра, которая поглотила другую черную дыру, которой была смерть. И для других стала источником воскресения. Жало смерти, орудие смерти, грех и сила его от закона. Этому посвящены отдельные рассуждения в послании к римлянам. Дело в том, что закон действительно дает греху некую силу. До тех пор, если сравнивать с вирусом, пока он в какой-то неактивной фазе, он не может передаваться и заражать других людей. Но вот бывает момент, когда он в активной фазе и поэтому он опасен. И закон, как это ни странно, делает так, что грех становится действительно опасным и способен поразить, уничтожить человека. Это покажется очень странным, потому что если закон дан наоборот, условно говоря, как защитная маска или как какое-то противоядие, антивирус, то в чем же проблема? Здесь можно себе представить историю о богатом юноше. Закон говорит о том, что является грехом, он квалифицирует грех как грех, и мы тем самым предупреждены. И у людей иногда возникает иллюзия, что можно заслужить вечную жизнь, исполняя предписание закона. То есть не делать то, что тебе запрещает закон. Например, носить защитную маску, условно говоря, или предпринимать какие-то необходимые меры предосторожности. И иллюзия, что ты тем самым получишь жизнь. Но если ты что-то не исполняешь, это не означает, что ты что-то получишь. И в этом проблема богатого юноши. Он думает, что если он с юности исполнил все предписания закона, значит божественная жизнь ему уже дана. Нет. В том-то и секрет, что жизнь это дар, ее получает тот, кто принимает как дар. И поэтому Христос говорит этому юноше, а ты теперь сделай нечто совершенно немыслимое для тебя, ты этого никогда не делал, ты раздай все. Вот когда ты кому-то делаешь подарки и раздаешь, ты понимаешь, что такое дар. И вот тогда ты сможешь вместить и вечную жизнь. И, собственно, именно эту мысль апостол Павел здесь доносит другими словами. Богу благодарение через Господа нашего Иисуса Христа Он дарует нам победу. Точно так же, как мы не можем сами себя родить, но нас рождает кто-то, точно так же мы не можем сами себя спасти или воскресить, но Бог Отец через благодать Иисуса Христа спасает нам и дарует нам эту победу, и это нужно принять именно как дар с благодарением. Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные, отдавайте себя беспредельно делу Господню, посвящайте себя делу Божию, определенно, будучи уверенно, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем, о том, что с верой во Христа мы силой Святого Духа совершаем дело Божие, и наш труд не останется бесплодным и не останется без награды. Собственно, на этом заканчивается 15 глава, это как некий прощальный аккорд, такой апофеоз, в котором мы бегло увидели главные темы, связанные с вопросом о воскресении Иисуса Христа, о воскресении усопших, и какие плоды воскресение Христа приносит в нашей жизни, и к чему это нас призывает. На портале экзагет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.